всем привет с вами морвк и обзор на новый немецкий крейсер поговаривают даже что его можно будет получить всем бесплатно но поживем увидим а так знакомьтесь восьмой уровень и звать героя шил шилка шила последнее особенно актуально если вспомнить анатомию инородную находчивость для причинения определенного рода боли а вот кому себе или противнику сейчас разберемся но перед тем как перейти к сути господа если есть кредит доверия прожимайте лайкос и сходу дабы потом не забыть ну а я же предлагаю тут пойти по классической старой схеме сначала про выживаемость в бою и так в плане брони я бы сказал что лодка скорее приятно удивляет и создает своего рода позитивные ситуации в танковке снарядов при этом и им бой не назвать то что тут есть уязвимых зон достаточно тем не менее у нас есть крупные по площади носовой брони пояс брони у него хоть и немного всего 30 миллиметров но это уже стопает обширный спектр бэбэшек в нос в нашем уровне боев тем более когда мы в топе вторая же часть оконечки если что меньше ее часть 27 миллиметров я думаю что даже для наглядности какой-нибудь скринчик с броней тут прикреплю ну с ключевыми моментами для наглядности а так суть в чем это тоже неплохо это же дает танковку калибров до 380 миллиметров а значит носопырка крепка на корме если что конечко тоже 27 миллиметров и типа есть кормовой бронепояс но он почти весь под водой и его влияние на бой минимально палуба же 30 миллиметров а бортинка поделена на две части первая верхняя 27 миллиметров вторая что ближе к водичке и по сути прикрывает циту в 120 ну и за этой плитой цитка до 40 миллиметров а самая же уязвимая часть корабля это надстройки в 16 миллиметров и вообще основной ты смысл тут в чем надстройки понятно дело шатают все но при этом все-таки мы можем танковать фугасы легких крейсеров без эвэ а также пббшки если они уж прям удачно не попадут в 27 миллиметровую бортовую полоску или во все те же надстройки ну а что касается бб то это просто диво дивные какой будет результат неизвестно то от этой нюмчуры все улетает в рикошеты то просто сквозняки то жесткие просадки пхп объективно понять насколько вас покалечат невозможно бб дико рандомит и это частично бесит ведь то ты крайне эффективно сдерживаешь врага то обычный профессионал тебе вкидывает слишком много поэтому тут как и всегда бортинку не подставляем и маневры становятся лучшими нашими друзьями потому что куда приятнее уклониться по возможности от залпа чем тестировать броню в любом случае на корабле есть чувство что ты можешь многое пережить тем более при запасе прочности в 56800 это топовый показатель для крейсеров на восьмом уровне и тут на самом деле ощущение что леста просто изначально в запас прочности вшила хилки дабы не отвлекать своего любимого игрока во время боя для нажатия кнопочки ну а если серьезно это даже лучше чем если бы были хилки потому что мы видим сразу весь потенциал корабля по боеспособности единственное что тут надо добавить это пару строк про птз она здесь 13 процентов это днище показатель продолжим во многом чтобы такая броня и запас прочности сыграли в эффективный бой надо умело реализовывать маневренности маскировку и здесь все неплохо по крайней мере я получил некую гармонию характеристик и они меня не триггерили во время боя маневренность скажем так хорошо сочетается с размерами корпуса лодка не маленькая и вполне себя оправданно идет 32 с половиной узла без сигнала sierra mike при циркуляции 760 метров и времени перекладки рулей в 12 4 секунды без улучшений основная проблема тут само собой это руль но в целом установив мотки я как-то нормально ощущал динамику корабля ее хватало для того чтобы монтить вражеские залпы или при своевременной реакции можно было и от торпед уклониться тут кстати на помощь еще в этом направлении может прийти 6 километровый немецкий габ все как в лучших традициях немецкого автопрома но то есть получается есть то что нужно для игры без особого нутения что чего-то не хватает по карте передвигаемся за выживаемость под обстрелом цепляемся и то же самое можно сказать про маскировку она не особо хорошая для крейсера заметность кораблей без улучшения 14 с половиной километров а самолетов 82 но мы восьмерка а это значит перки капитана плюс модернизация делают инвиз играбельным для нашего класса при фулл прокачки мы уже можем действовать в меру агрессивно и весьма себе неплохо сближаемся с противником все-таки 11 7 километра это вполне себе хорошая дистанция чтобы и под нагадить бортоходом крейсерам и помочь при саппорте на точках эсминцам да и как и всегда уже можно отсветиться выйти из боя при такой маскировки в общем то вроде бы она ну такое себе но ее блин хватает для того чтобы играть с комфортом и придумывать разные тактические ходы на протяжении всех фаз боя в итоге получается мы корабль с неплохой броней шикарным запасом прочности приемлемой маскировкой и маневренностью и в бою ну прям уверенно себя чувствуешь ничего особо не напрягает решаем так сказать очень много проблем которые влияют на выживаемость нашего корабля и когда такие вещи происходят в ттх отвечающих за живучесть это значит только одно здесь пипец какие проблемы в вооружении и к сожалению это так вернее даже сказать тут слишком много нюансов чтобы эта лодка стала дамажить много и была серьезным противником на поле боя хотя вспоминая старт обзора шила это максимально подходящее название для этого корабля потому что чтобы не происходило и какой бы не был итоговый результат эта лодка будет бесить и топить нубасов и нормальных игроков порой тоже леста создала шедевр а теперь подробности начнем нестандартно отставим гк на полочку и перейдем в такой параметр как торпеды данный немец это во многом торпедный крейсер нацеленный на большую целевую аудиторию с благой миссии засрать весь рандом и прикопать еще больше любой атакующий геймплей в игре вас славим лесту ведь это понравится большинству ну а так казалось бы при всего лишь 2 то по 4 торпеды в каждом по одному ты она борт что здесь опасного а я вам скажу что у торпед здесь дикие ттх я вообще такого на крейсерах не видел отсюда прям прет уникальностью и вариативностью мало того что шило кидает эти торпеды без особых проблем у него шикарные углы пуска и на атаку и на оборону так эти торпеды еще и плывут быстро 64 узла без улучшений мало заметны то бишь светятся на 1 и 3 километра кдэшится блин за 60 секунд без перка капитана на перезарядку или отчаянного идут черт побери на 14 километров и о боже мой для баланса у них классический небольшой немецкий видимо урон в 13 тысяч 700 только какой нафиг баланс ведь сюда еще впихнули перезарядку торпед в расходнике то есть это бандура дает такой проспам торпед что большинство обосрется при виде шила на фланге и скажет да ну его нахер потому что они не смогут просчитать все пуски торпед даже умелый игрок начнет наплывать на эти торпеды потому что рано или поздно все равно они попадут ты нифига не прокантришь такие тайминги по перезарядке наложенные на такую скорость заметностью торпед в ближнем бою если ты с этим окажешься то она тоже насрет торпед и сиди уклоняйся там тебе не до стрельбы будет в дальнем же бою когда но там плавает тоже сближаться с этим особо никто не захочет в общем лодка за счет торпед чисто стопает направление для любой активной игры можно многое мусолить о эффективности попадут торпеды или не попадут своего нубаса они всегда найдут а вот тем кто думает и планирует бой и как-то действует и перемещается по карте такой оппонент как этот крейсер не особо понравится лодка крайне токсичненькая но это если ее прям воспринимать с точки зрения противника для своего же владельца тут рот открыт слюна течет сидишь по кд торпедки спамишь весело блин я сам спамил мне тоже было весело но ёппер сетэ этот корабль тот еще мозгоклюй при всем этом влияние шило на бой оно именно косвенное за счет торпед где-то атаку остановили точки проспамили ну и так далее и рано или поздно на эти торпеды садятся но реальная эффективность порой значительно ниже чем хотелось бы ведь торпеды это самое рандомное вооружение и именно из-за этого то бой на минималочку что дай бог ты хп отобьешь то на нубасах редкоземельный элемент уроний набиваешь в общем весело токсично и рандомно все правила игры соблюдены на полную ну и в паузах между пусками торпед здесь постреливаешь с днища гк или на врывах смотришь на не особо-то эффективную работу пмк хоть и приятную на взгляд лодка занимательная выходит как видите ну а что касается гк то тут скучновато две башни по три двухсот восьмидесяти трех миллиметровых орудия в каждой микро версия шарнхорста прям какая-то но что важнее ттх то неплохие дальности здесь много 18 3 километра плюс есть возможность взять корректировщика а значит проблем с выбором цели и ведением огня по сути-то нет лишь бы был подсвет от союзников перезарядка для такого калибра тоже отличная стреляем раз в 15 с половиной секунд башни крутятся не дурно 180 градусов проходит за 25 секунд без улучшений углы стрельбы также не вызывают особых нареканий как и баллистика со скоростью полета снарядов упреждение пылка авиком берем без проблем на любую доступную дистанцию по крейсерам можно пострелять километров до 15 по эсминцам пл до 12 единственное что тут вымораживает помимо небольшого количества орудий это точность при рассеивании снарядов 159 метров уж слишком часто видишь странные облеты и перелеты но в целом по чуть-чуть попадаешь и реализовываешь как бб снаряд так и уэв тут особой привязки к боеприпасу нет тут есть только специфика применения по бартинам ббх упихаем с альфой в 7000 при пробитии в цитадель а она если что бьется исключительно из крейсеров лк такими пушками не пробить только если уж прям звезды может быть вам не помогут круче и ждите когда там козерог залезет рогом в рыбу или как там это у них происходит а фугасами же лупим во все остальные проекции пробитие у них кстати очень приличное это 71 миллиметр при уроне в 3200 и шансе пожаров 20 процентов правда сразу говорю приличие тут только на цифрах на деле урона с гк бьешь маловато а пожары редкость по сути тут гк как вспомогательное вооружение основной урон набиваешь именно с торпед само собой могут быть и исключения в боях вдруг на бортоходов повезет и цит набьешь но в большинстве своем без попаданий торпед нормального урона с крейсера здесь нет отдельно еще хочу отметить пмк она все-таки порой тоже свою копеечку вносит в копилку уроне и дабы не мусолить цифры ваших ушах скрины будут на экране в общем у нас есть 105 миллиметровые пушки по три башни и два ствола в каждой на борт итого 6 башен на корабль они быстро стреляют и под сигналом на пмк бьют на 8 километров урон у них хоть и невысокий как и пробой но эсминцы и крейсера в топе и на врывах это разбирает по чуть-чуть ну или просто может иногда поджечь что тоже хорошо есть еще две башни по три ствола калибром 150 миллиметров одна на носу другая на корме и они тоже неплохие уже пробивают больше целей ну и могут куда серьезнее огорчить ваших недругов пмк выглядит на самом деле приятно и добавляет своей атмосферки во время агрессивных действий правда гонять в атаку ради его реализации на регулярной основе не стоит это даже скажем так бессмысленно ну а мы перейдем к последним пунктиком нашего вооружения сначала про авиа удар тут вкратце и быстро скрин на экране опять-таки и о боже мой это снова стандартный авиа удар о котором и говорить то нечего все как и у всех если повезет закинете его в пл и может быть ее покалечите интересного в этом немного а вот второй аспект игры в удовольствие куда занятнее во ушила сомнительное но ситуативно выдающие занятные ситуации дело в том что у него в немецком стиле короткие ауры всего до 5 и 2 километров а это значит и разрывы вы ставите не особо-то на больших дистанциях диапазон постановки от трех с половиной до 5 и 2 километров вот только вот тут разрывов 6 штук при уроне 1400 и если свезет то вы выплевываете эти разрывы в авиацию и она в них теряет существенную часть боеспособности я бы не сказал что такое происходит часто но занятные ситуации бывали ну а далее уже работу делают ауры пво который безусловно не особо-то сильны максимальный урон дает ближние но работает она всего лишь до двух километров а это значит что домашка в 207 максимум собьет то что вас уже про атаковала средняя жаура просто помойная урон у нее 21 и ее работа до трех с половиной километров не особо-то на что-то влияет а вот дальние ауры хоть и выглядит хорошо дамажит то 133 но дальность то 5 и 2 километра и как бы если разрывы не попали то особо тоже ничего не сбивает против нас разве что только авиация 6 уровня может как-то немного страдануть это это слишком сильное утверждение восьмерки же зачастую быстро проводят атаки и без все тех же разрывов самолеты им не сбить авиация же здесь представляет реально угрозу для корабля но с учетом активных маневров под ней можно пожить какое-то время и в рамках крейсерского геймплея наиболее как мне подходящее слово это приемлемо вот собственно как то так выглядит шил по своим характеристикам теперь давайте перейдем сборку плане модернизации в первый слот ставьте основное вооружение и в принципе не парьтесь здесь главную очередь надо сохранить жизнь т.а. ну а я же играл большинство боев с корректировщиком и он имеет место быть и он в ролике на сборке будет показан для честности но я думаю что в итоге все таки я его сменю на выше озвученную модку во второй слот габ за уголь вот это вот уже более актуально и приоритетно но если нет возможности то можно брать что угодно принципиальной ценности здесь у модок нет третий слот системы наведения потому что точности кораблю не хватает определенно альтернатива это улучшить торпедам скорость но мне тогда вообще страшно снова представлять как стреляет гк так что первый вариант приоритет 4 слот рулей 5 маскировка тут вот мудрить не надо также не забываем поставить боевые сигналы все они нужны и усиляют наш корабль сэкономить можно разве только на сьерра браво особенно если габ модкой не улучшали ну а что касается перков то берем торпедиста мастера перезарядки торпед отчаянного маскировку увеличенный заряд взрывчатого вещества торпед наводчика заряжающего мастера снаряжения и потом уже докачиваем отличника артиллерии собственно как то так я и играл усилив лучшие качества корабля а именно торпеды но и прыг кашку не забыл с выживаемостью теперь же подведем итоги много было сказано и определенного рода хейт был на ттх корабля или осуждение их но лодка на самом деле выглядит приятно и находится в своем крайне странном балансе я провел на ней очень много боев больше чем обычно когда я накатываю бои на обзор все пытался нагнуть что-то вот прям ну вот такое уникальное только не вышло все средненько и я даже записывая звук на обзор не особо представляю что на монтаже впихну на фон из боев потому что с одной стороны в этом корабле много опасности много влияния в разных ситуациях из-за торпед но с другой стороны повторюсь торпеды самое рандомное вооружение поэтому эффективность скачет дико по разным боям при этом все равно восприятие лодки если судить с точки зрения именно игрока скорее позитивное потому что игра была комфортно мало вещей которые цепляют на негатив я бы даже сказал лишь один аспект вечно бесит это точность орудий а так ну серьезно танковка присутствует хп для бокования много маневренности для жизни перемещения хватает маскировка свое дело делает торпеды засирают все гк попёрдывает во врага неся какой-то урон во время же врывов торпеды гнут пмк стреляет но немец ё-моё хейтить невозможно при позиционной же игре стреляешь снова торпеды по кд спускаешь есть какой-то азарт попадешь не попадешь бой проводишь с интересом правда потом смотришь на урон и часто расстраиваешься но это скажем так плата за рандомазию торпедную целом лодка имеет место быть и своем плова займет надеюсь только слишком много таких кораблей в боях не будет потому что как уже говорил хоронить атакующий геймплей разработчикам возможно весело а я-то в него играю так что буду верить в лучшее также давайте вкратце тут еще про фарм расскажу свои 300 500 тысяч за бой без бустов привозишь что вполне себе нормально но по сути все как и всегда зависит от рандомной эффективности в бою и именно поэтому для фарма я бы наш или не играл но потому что попадете в серию плохих боев что торпедками никого не покалечить и время в итоге потеряете и серебра не поднимите а вот так вот дурью помается на лодке можно людей побесить в игре это же основа мироздания а на этом пожалуй все не забывайте прожимать пальцы вверх кто еще этого не сделал подписывайтесь вступайте на бусте у кого есть желание возможность но мы с вами увидимся в боях всем пока